Памела Раев Сегодня мы будем делать упражнения на растяжку. Это поможет сохранить хорошую осанку. Эти упражнения помогут вам расслабиться. Их можно делать прямо перед сном. Сегодня у меня есть помощник. Это Эрлин. Он будет выполнять упражнения вместе со мной. Поехали. Поехали. И перед тем, как мы начнем, у меня есть для тебя подарок. Смарт-часы. Серьезно? Да, ты можешь оставить их себе. В натуре? Да. Спасибо. Можешь надеть? Окей, спасибо. Пожалуйста. Они нужны мне для тренировки? Да. Понятно. Поможешь мне? Надеюсь, они не слишком малы на меня. Кажется, все нормально. Отлично. Ну что ж, начинаем с легкого упражнения. Круговые движения плечами. Нужно убрать напряжение. Эти движения помогают расслабить плечи и шею. Это помогает после тяжелых тренировок или матчей? Да, так и есть. Помогает? Да, чувствую себя лучше. Приятно слышать. А как чувствуешь себя в целом? Ну, знаешь, обычно после матчей я немного уставший, но это абсолютно нормально, понимаешь? После этого нужен один день на восстановление. А уже после подготовка. Теперь поднимай руки. После этого подготовка к следующему матчу. Так все и происходит у меня в жизни. Но думаю, жаловаться тебе не на что. Кажется, дела у тебя идут хорошо. Ничего плохого я о тебе не слышала. Да, спасибо. Все идет неплохо. И мне нравится в Германии. Здесь, в Дортмунде. Могу представить. Скажи, а как долго ты уже не виделся со своей семьей? Не виделся с лета. Так что... В следующем упражнении наклоняешь голову направо. И затем поворачиваешь к плечу. Чувствуешь, как натягивается мышца? Да, чувствую. И затем медленно поворачиваешь голову в другую сторону. Я думаю, что это отличное упражнение, особенно вечером. Ну, то есть, если бы я долго сидела за рабочим столом, то размяла бы свою шею именно так. Я знаю, что у тебя много братьев и сестер. Да, это так. И я сильно по ним скучаю. Представляю. Скажи, у тебя дружная семья? Да. В моей семье все очень близки друг с другом. Так что, как я и сказал, я сильно скучаю. Как думаешь, когда вы встретитесь, ты поедешь к ним? Или они приедут к тебе сюда? Теперь растяжка плечей. Одну руку ставишь так, другую снизу. Тянешься в сторону и опускаешь эту руку ниже. Натяжение почувствуешь здесь. Мы еще не решили, где мы встретимся, но... Посмотрим. Посмотрим, как все сложится. Не важно, где. Да, место не имеет значения. Главное, что с семьей. Да. Скажи, а что тебе больше всего нравится в Германии? В сравнении с твоей родной страной? Во-первых, здесь очень милые люди. Собственно, как и в Норвегии. Меняем стороны. Но я... Покажи еще раз. Одна рука так, другая снизу. И тянешься в сторону. И также я должен сказать про шницель. Тебе нравится шницель? Да, в Германии это особенное блюдо. Да, очень вкусно, мне нравится. А в Дортмунде вы это едите? Ну, у нас хороший клубный шеф. Он готовит хорошие шницели, да. Мне нравится это блюдо. А что еще тебе нравится? А ты пробовал претцель? А что это? Ну, это... Он выглядит вот так. А, так это... Такой коричневый. Нет, это я не пробовал. Нужно попробовать. Он вкусный? Ну, все зависит от того, кто готовит. Но да, может быть очень вкусным. Тогда нужно попробовать. Но сейчас шницель это то, что мне нравится больше всего. А еще мне нравятся местные дороги. Так, а что теперь? Хочу растянуть мышцы живота и груди. Если хочешь, присоединяйся. Окей. Отлично. Если хочешь, можешь сделать движение хобры. Для того, чтобы растянуть мышцы спины. Или же просто оставаться в этой позиции. А я, пожалуй, отожмусь. То есть у тебя быстрая машина. И ты наслаждаешься автобанами. Ну да, мне это нравится. И это... В общем, в Германии классные дороги. Да, понимаю. Для нас, немцев, это привычное дело. Быстро ездить по автобану. Но для иностранцев... Теперь ложись на спину. Следующее упражнение очень легкое. Ты уверена? Да, думаю, да. Разминаем нижние мышцы спины. Поворотами бедер с одной на другую сторону. При поворотах старайся тянуть спину к полу. Скажи, для игры в футбол тебе нравится теплая или холодная погода? Не слишком холодная и не слишком теплая. Что-то посредине. Значит, Германия тебе подходит? Да. В Норвегии в этом плане похолоднее. Да, могу представить. Ну, а в Германии, да. Здесь нормально. Но во время отпуска мне нравится проводить время на солнце. Немного позагорать. Ну и все в таком духе. Ты что, загораешь? Ну, не сейчас, но летом бывает. Далее можешь повернуться на бок. В этом положении у тебя изгибается позвоночник. Это полезное упражнение, в особенности, если у тебя жесткая спина. Оно позволяет немного размять ваш позвоночник. И если есть болевые ощущения, то их станет меньше. Да, я чувствую это. Чувствую. Хорошая растяжка. Скажи, ты много растягиваешься во время тренировок? Нет, во время тренировок немного. А вот после, да. В общем, да, я это делаю. Я довольно высокий, поэтому мне это необходимо. Да, это правда. Ты один из самых высоких в команде. На фоне меня так вообще великан. Да, между нами большая разница. Окей, и теперь другую ногу. Кстати, это последнее упражнение на сегодня. Окей. Надеюсь, что ты полностью расслабился. Да, так и есть. Теперь буду всегда делать эти упражнения перед сном. Прекрасно. Это то, что я хотела услышать. Расскажи, какие у тебя планы на сегодня? Нужно пообедать. И затем по расписанию у меня отдых. Может быть, позалипаю в компьютерные игры. В общем, да. В основном отдых и еда. Звучит идеально. Согласен. После такой растяжки особенно чувствуешь себя сонным. Можем здесь и остаться. Немного вздремнуть. Ну что ж, хорошо. Еще пять секунд. И в исходное положение. Спасибо, что присоединился ко мне. И тебе спасибо. Надеюсь, у тебя будет хороший день. Я тоже. Желаю тебе хорошего дня. Спасибо. Желаю тебе удачи во всех предстоящих матчах. Спасибо. Оставайтесь в форме. Вместе с футболистами Баруси и Дортмунд. И лучшими фитнес-тренерами Германии. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...